Вчера новые ИОНы следили незаконно за мной с 11 утра до позднего вечера. Пока мне это как бы не надоело и пока не был вынужден, скажем так, среагировать, потому что у меня была встреча вчера с блогерами, с молодежью, они стояли на трассе и документировали людей, которые приезжали ко мне на встречу. Значит, я сейчас попрошу своих коллег включить видео с этими новыми ИОНами. Что интересно, номер обратите внимание, у них номер там ЧРУ, то есть как бы чуть ли не сторонники оказываются. Значит, покажите, пожалуйста, я прошу коллег, попросил подготовить видео, включите, чтобы это увидели. Что там плачет? А, кстати, ваше там чего? А, пострекал, да? Ааа. Но я веем чего? Считываю. Собольную нам трос. На инмик? Нам трос. А, окей, ваше там. Так, стат, он трепут, одевался, да? Окей. Окей? А, ну окей, все, говорю, день. Так, значит, вчера как бы было желание, если честно, их взять в плен, потому что откуда я знаю? Да, я выяснил, что это для себя сотрудники полиции, но, ребята, вдруг это какие-то киллеры, а вдруг какие-то провокаторы. Сегодня вы все прекрасно знаете, что Додон боится больше всего меня, и я тот человек, который его победит, неважно в первом или втором туре президентских выборов, и спасибо всей стране за поддержку. Но я сейчас заявляю со всей ответственностью и говорю тебе, Паша Войку, который оляк и политтехнолог, Паша, перестань подставлять ребят, перестаньте незаконно за мной следить, потому что следующее видео, оно будет уже не таким. Я почему должен разбираться до двух часов ночи? Полиция это, либо какие-то бандиты, которые, потому что у Додона там политтехнологи наши великие, московские, да, посоветовали, что вот если с усатым что-то произойдет, нужно покрасить фон, бандитские разборки и так далее, поэтому Додон сейчас загопника заговорил. Додон, я знаю каждый твой шаг и каждый твой план. Войку, перестань давать команду о незаконной слежке за мной.